Первое в этом году заседание областной думы началось со скандала. Как и обещали, коммунисты внесли на рассмотрение законопроект о детях войны. Но остальные депутаты отказались включить его в повестку дня. Здесь действительно нарушается закон. Если законодательные нарушают сами закон, то мы считаем в данном вопросе не принимать сегодня участие в заседании. По-другому, по многим вопросам, мы просто не можем достучаться до ваших депутатских средств. Спасибо. Коммунисты в знак протеста покинули зал заседаний. Однако то, что их ряды поредели, никак не сказалось на работе остальных депутатов. Заседание продолжилось без фракции КПРФ. Был принят закон об индустриальных парках. Теперь документально определен порядок их создания, что должно способствовать появлению новых промышленных площадок. В рамках закона, который сегодня принят, те территории, те объединения, которые претендуют на звание индустриального парка, и, соответственно, на те преференции, которые будут, на ту поддержку, которая будет им оказана со стороны государства, они выполнят все требования, представленные в законе, и, соответственно, получат официальный статус индустриального парка. Условия для всех равные. В первом чтении приняли закон о материальном обеспечении пенсионеров, имеющих достижения в области физической культуры и спорта, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и так далее. Сейчас их в регионе немного. На сегодня у нас на пенсии находится 8 человек, которые могут попасть под эту категорию. Планируется, что они будут получать 5000 рублей в месяц в качестве материальной поддержки за тот вклад, который они внесли в имидж нашей области, в развитие физкультуры и спорта Ивановской области. Так что, возможно, вскоре ветераны спорта смогут получить неплохой бонус к пенсии. Это напомнит им о том, что государство о них не забыло, чего пока нельзя сказать о детях войны. Наталья Романова, Олег Милюхин, РТВ Иванова.